Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 мая, марта, все запуталось. И так как у меня есть сейчас в наличии рассада разных возрастов, это самый удобный случай, чтобы показать вам отличие пикировки томатов, вот сейчас я вам показывала, от перевалки. Некоторые начинающие даже не понимают разницы, пикировка, перевалка, пересадка. Я только что говорила о пикировке, и пикировка у нас происходит, самая-самая первая это процедура. Вот только что они взошли в рассадном ящичке, дожили, вот у них два настоящих листика, я начинаю пикировать. Я уже говорила, что пикировка всегда, почти всегда с разрушением вот этого земляного кома, потому что невозможно из лотка вытащить сеянец, чтобы не разрушить. И зачастую, почти все делают с нарушением корневой системы, то есть мы делаем прищипку. И это считается, как, если перевалка это щадящий такой метод или способ, то пикировка, она не очень щадящая считается, и все-таки растения после пикировки, они могут немного поболеть. Все, вот я беру сеянец, вставляю, заглубляю до семи долей и присыпаю землей, потом полью. Это пикировка. Перевалка у нас происходит совсем по-другому. Вот, когда я распикировала эти сеянцы, через какое-то время, конечно, они вырастут. И когда они вырастут большими, их нужно будет еще раз или пересаживать, или переваливать. Но я скажу вам так, что если вы сеете в традиционные сроки, то есть сейчас в конце марта, если вы посеете, потом вы их распикируете, и сразу можно из этих лотков после пикировки в открытый грунт. Перевалка нужна только тем посадкам, посевам, которые мы делаем рано, то есть для получения раннего урожая. Вот у меня большой томат. Я его сначала распикировала, потом я его по стаканчикам рассадила еще раз, и теперь нам нужна перевалка. И перевалка отличается от пикировки тем, что она щадящая процедура. Мы абсолютно не разрушаем земляной ком, и мы не повреждаем корневую систему. Как вот она была в том же самом виде, мы помещаем в более объемную тару. Вот в такой, например, в данный момент было 200 грамм, теперь будет 500. То есть вы должны знать, что если идет речь о перевалке, это значит процедура безболезненная. То есть мы увеличиваем количество земли, и сейчас сразу покажу. Я заранее насыпаю на дно, то есть увеличение земляного вот такого объема должно быть и снизу добавляем. Сейчас поставлю стакан, и потом обсыплю еще вот... Ну вы видите, что по периметру пустые места. Я обсыпаю еще по периметру. Здесь я обычно уже его не заглубляю. Если первый раз при пикировке мы заглубляем, то здесь его заглублять некуда. Потом, если еще раз буду переваливать в большую тару, например, в литровую или в двухлитровую, если время позволит. Все, вот это перевалка. Перевалку растения обычно даже не замечают. Они переживают ее очень хорошо. Но, конечно, перевалку мы делаем, я еще раз говорю, не для всех, а вот для избранных, для маленькой-маленькой партии. Лично я делаю перевалку для маленькой партии для того, чтобы создать им более комфортные условия, чтобы дать им больше грунта. Видно, что растение уже взросленькое, ему нужно земли побольше. Вот сейчас я сделаю щадящую перевалку. Вот в этом и отличие, что там мы рассаду вот эту вот немного, как выразиться-то, мучаем. Мы и землю стряхиваем, там и корешки, бывает, обрываются. И прищипываем корешок в другое место, укладываем уже голеньким его. То здесь он сохраняет всю свою корневую систему, весь свой комок. Только не забудьте, что перед перевалкой лучше за сутки не поливать, чтобы форму держал, вот этот вот, ну форма стаканчика, чтобы он был сухой. После перевалки польете, уплотните грунт и все. Еще недели 2-3 он у вас посидит. Это вот как раз рассада будет высаживаться у меня в теплицу в конце апреля.